Нынешний год стал серьезным испытанием не только для жителей Алматинской области, но и всего мира. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы не только в будни мирового населения, но и проверила прочность экономического потенциала. Ряд стран испытал существенный кризис. Ситуация коснулась и нас. Однако вовремя внедренные антикризисные меры руководством страны помогли не допустить дальнейшего усугубления ситуации. Государственная программа «Дорожная карта занятости» стала большой поддержкой как для больших городов, так и отдаленных регионов. Добрый вечер, с вами Ануар Амагельдинов и вы смотрите программу «Дорожная карта занятости». Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о темпах реализации ДКЗ и воплощении в жизнь важных социальных проектов. Но перед началом, по традиции, давайте обратим наше внимание на монитор и посмотрим ее результаты. На сегодняшний день выполнено 755 проектов. Трудоустроено свыше 18 тысяч человек. Из них более 9 тысяч через центры занятости. Дорожная карта занятости программа «Реальных дел». 24 проекта реализованы в одном только Куксусском районе. За счет ДКЗ в регионе значительно улучшилась транспортная инфраструктура. Отремонтировано порядка 20 улиц. Немалый упор сделан на газификацию населенных пунктов района. На данный момент строительство газораспределительных сетей ведется в селах Мамбет, Жамбул, Бескайнар и Мукуры. Ну а пока там идут работы, в районе сдают в эксплуатацию новые социальные объекты. На открытие их побывала наша съемочная группа. На строительство новой амбулатории в сельском округе Айнабулах выделено свыше 150 миллионов тенге. Для местных жителей это повод для искренней радости. Раньше единственным медпунктом в округе было старое 86-летнее здание, в котором не было водопровода и канализации. Благодаря дорожной карте занятости свои двери распахнуло новое и современное медучреждение, которое пришлось по душе как местным жителям, так и медработникам. Главное богатство – это здоровье. Спасибо большое руководству района и области за постройку этой амбулатории, которая будет служить на благо здоровья нас и наших детей. В преддверии праздника первого президента сделан большой подарок жителям станции Айнабулах. Это дает доступность оказания медицинской помощи, шаговая доступность – это очень большой критерий, который необходим сейчас. Кроме того, улучшается качество оказания медицинской помощи. В каком плане? Дело в том, что вот это здание, оно оборудовано по последнему слову техники. Все, что необходимо для оказания медицинской помощи отдаленному сельскому пункту, все здесь есть. 10 миллионов тенге было затрачено на современное оснащение амбулатории. Это позволит обеспечить всеми необходимыми медицинскими услугами местное население. Теперь качество и доступность медуслуг в сельском округе значительно повысится. В округе проживают 1175 человек. Раньше здесь была только амбулатория постройки 1934 года. Теперь, к 9-му юбилею, со дня основания станции, по дорожной карте занятости у нас появилась новая. Еще одним поводом для радости в Куксусском районе стало открытие Дома культуры после капитального ремонта в селе Залихит-Амшабай. На реализацию проекта выделено более 500 миллионов тенге. После торжественной церемонии открытия жители увидели Дом культуры в совершенно новом облике. Капитальный ремонт Дома культуры в нашем селе Залихит-Амшабай стал настоящим праздником. Раньше система отопления не справляла задачи и в здании было прохладно. Теперь эта проблема устранена. Также установили новые электрооборудования, систему вентиляции и многое другое. Теплые, просторные, светлые помещения особенно радуют участников различных секций. В Доме культуры оборудованы спортзал, залы для борьбы, музыки, танцев и других занятий для досуга населения. Всего по дорожной карте занятости в Куксусском районе предусмотрена реализация 33 проектов на сумму 5,5 миллиардов тенге. В целом по 33 проектам выполнено уже 24 объекта. То есть остались проекты, те, которые переходят на следующий год, это 3 проекта. А остальные, которые оставшиеся проекты, будут закончены до конца этого года. Почти миллиард тенге были на внутренней дороге выделены. В каждой специалистическом округе было более 2 улиц. Это получается мы около 20 улиц сделали. Это только, у которых не было вообще дороги, были только покрытия, щебеночная помощь, дорожная карта, что через нее у нас трудоустроено было, вот по данной программе было более 800 человек трудоустроено. Большая часть проектов по госпрограмме «Дорожная карта занятости» завершена и в Сарканском районе Алматинской области. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано 44 объекта. Оставшиеся 10 будут завершены до конца этого года. Местные власти обещают выполнить все работы качественно и в срок. Потому переходящих объектов на следующий год нет. Благодаря ДКЗ решается и вопрос безработицы населения. Особый упор сделан на трудоустройство молодежи. Порядка 40% молодых людей, состоящих на учете в районном центре занятости, уже нашли работу. С ними пообщалась моя коллега Гульмира Тимиргалеева. В нынешнем году в Сарканском районе реализовано свыше 50 проектов по госпрограмме «Дорожная карта занятости». Обновлены и уже сданы в эксплуатацию 19 объектов образования. В этом году появилась в районе и вспомогательная школа. Практически на стадии завершения еще 10 проектов в сфере ЖКХ, строительства, а также текущий ремонт дорог. В текущем году в Сарканском районе по программе «Дорожная карта занятости» было выделено порядка 2 миллиарда тенге. В общем, по району 54 объекта. На сегодняшний день ввод в эксплуатацию 44 объекта были завершены. В городе Саркант в данный момент ведутся работы по двум объектам. 8 объектов уже завершены. В планах руководства района открытие сразу двух объектов в день первого президента Казахстана. Текущий ремонт парка «Жастар» Арбат, это 25 миллионов было выделено. И второй объект, текущий ремонт улицы Бугенбай-Батыр города Саркант, было выделено 35 миллионов. Завершение планируется на 30 ноября. В эксплуатацию будет 1 декабря, день первого президента. Благодаря государственной программе «Дорожная карта занятости» в Сарканском районе решается и вопрос безработицы населения. Только в этом году было привлечено порядка 500 местных жителей. Половина из них трудоустроена через районы центра занятости. К слову, свыше 36% из них – сарканская молодежь. Из центра занятости пришел сюда на работу. Мне нравится здесь работать. Хорошая работа, нетрудная работа. И как я хорошо себя показал, меня теперь берут на постоянную работу. Зарплату устраивает, я свою семью могу содержать. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией, государственная программа «Дорожная карта занятости» в Сарканском районе реализована в полной мере. В грядущий год район войдет без переходящих объектов. Напомню, всего по «Дорожной карте занятости» в Алматинской области будет осуществлен 1051 проект. На их реализацию выделено более 105 миллиардов тенге, что дает возможность задействовать почти 21 тысячу жителей области. Сегодня мы вам показали лишь часть проводимых работ по ДКЗ. О реализации остальных проектов я и мои коллеги расскажем в следующих выпусках. Оставайтесь с нами на телеканале ЖТСУ. Я желаю вам хороших выходных. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова